Очаков ТВ представляет Здравствуйте Как я вас давно хотел повстречать Вы такой упоротый просто, настолько упоротый А в чем моя упортость заключается? Да вы себя слышите? Что слышите? Вы когда общаетесь с русскими блогерами, от вас идет одно оскорбление Вы только оскорбляйте, оскорбляйте и потом... Говорите, говорите, я вас слушаю Вы настолько неадекватны Вы вроде бы взрослый мужчина, но настолько неадекватны Я просто в шоке А можете привести пример моей неадекватности? Вы когда... Вы просто всегда скатываетесь на оскорбление Вы оскорбляйте, оскорбляйте, оскорбляйте А потом, когда в вашу сторону Вы это все начинаете так расставать И опять выключаете звук И начинаете разговаривать, проговаривать Ну, короче, вы просто полный долбоеб А, я вас сейчас оскорбил или вы меня оскорбили? Да, да, да... Да... Мы... Я вас... А, это другое, да Это другое, я понимаю Да, да, да Это другое Я вам сейчас просто высказываю свое мнение Я просто... Вы просто конченый долбоеб То есть вы меня оскорбляете, при этом утверждаете, что я оскорбляю? А вам не кажется, что как раз все наоборот? Да, нет, 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 нет Нет, 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 нет Нет, я сейчас просто в роли судьи, блин Я говорю, что ты конченый... Ну, я это услышал, вам нравится это... Долбоеб Вам нравится это слово повторять? Вы себя, наверное, таковым считаете Какое? Какое? Какое слово? Как вы меня три раза оскорбили уже А, понятно Ну, короче, вы меня услышали? Да, услышал конечно Вы готовы чем-нибудь поговорить предметно? Без оскорблений, без мата? Конечно. А, давайте, давайте попробуем. Давайте, я хочу развенчать вашу легенду о том, что я оскорбляю, ругаюсь и так далее. Если со мной человек говорит, хотя вы меня уже трижды оскорбили, я спокойно к этому отношусь. А, серьезно, да? Давайте. Вы из какого города? Я из Москвы прям. А, из Москвы. Слушайте, вот смотрите, у меня есть... Если у вас есть ко мне вопрос, задайтесь. Нет, у меня есть. Давайте. Вот, смотрите, я, значит, читаю, что телеканал CNN опубликовал, ну, озвучил точнее, то, что сейчас судят сына Байдена. Байден это, если что, президент Америки. Вот, его зовут Хантер, это его имя. Хантер Байден это сын действующего президента Америки. Его судят. Его по трем статьям присяжные признали виновным по незаконному хранению оружия. Вот, и... Такой уж, по-моему, наркоман. Ну, не знаю, вы можете говорить, что... Вы знаете, у нас, я живу в Калифорнии, если что, вот у нас марихуана разрешена... Разрешена. Да, считаются те люди, которые, например, там употребляют марихуану в виде конфеток, или там, или курить, или в виде жбачек, считаются ли они наркоманами или нет, как вы думаете? Не, ну, такой он наркоман, поэтому и жесткие наркотики, видимо. Они, не травка. Ну, ладно, все, проехали. Дальше. Ну, я не слышал, чтобы его обвиняли в жестких наркотиках. Может быть, вы это где-то слышали? Ну, ладно, речь не об этом. Смотрите. Так вот, Байден, который президент, да, сказал следующее. Я приму результат этого дела, это дословно, и дальше будут с уважением относиться к судебному процессу, пока Хантер рассматривает возможность апелляции. Вот, то есть, а также он сказал, что он президент, но также и отец. То есть, смотрите, действующий президент Америки, его сын, его сыну грозит там, что так, чуть ли не от 17 до 25 лет, заключение. За что? Ну, я же вам сказал, значит, его обвиняют в том, что он... Ну, смотрите, я могу прочитать коротко. Употребление травки? Нет, нет, смотрите. Нет, я же вам сказал, за незаконное охранение оружия. Смотрите. Значит, присяжные признали сына президента США виновным во всех трех пунктах обвинения в федеральном судебном процессе по незаконному охранению оружия. Речь идет об эпизоде октября 2018 года, это было 6 лет назад, когда сын президента США сделал ложное, эффективное заявление, покупая револьвер Кольт Кобра. Он покупал револьвер в магазине, ну, любой может купить. Кольт Кобра. Продавцу оружия в штате Делавер он сказал, что наркотиков не употребляет. А потом, ну, судя по контексту, из этого, ну, наверное, следует, что дальше выяснилось, что он, например, там, курит марихуану. Ну, или там, в каком-то другом виде. Вот, вот, вот и все, вот за что его, ему грозит сейчас от 17 до 25 лет, представляете? За то, что он, когда покупал оружие, не указал на то, что он употребляет наркотики. Марихуану. Ну, тут не написано, какие, я думаю, что марихуану, потому что марихуана разрешена, да. А, да? А может, героин? Нет, нет, героин, Россия первая по употреблению героина в мире. В Америке героин не употребляется практически. Не, подождите, а, серьезно? Посмотрите, первая страна в мире по употреблению наркотики. Давайте загуглим, давайте загуглим. Давайте, давайте загуглите. У меня один гаджет, у вас два, наверное. Так, я гуглил уже много раз, и у меня ролики на этом есть. Россия занимает официально первое место в мире по употреблению героин. То есть, вы мне сейчас будете на уши лапшу навешивать, что марихуана разрешена, а его привлекли за употребление наркотиков, которым... А, да, да, ну, блядь. Тихо, 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 подождите, не говорите. Вот он и весь. Можно я вам объясню, или вы сейчас сольетесь? Да вы мне уже объяснили. Вы меня неправильно поняли вообще. Вы меня уже объяснили. Вы меня неправильно поняли от слова «вощи». Я вас правильно понял. Абсолютно не правильно. Вы со всеми так разговаривали. Объясняй, смотрите, объясняй. Стоп, стоп, стоп. Как это не надо? Вы, наверное, неправильно услышали или неправильно поняли. Дайте мне сказать. Нет, подождите, дайте я закончу свою мысль и выскажите. Эй, эй, дайте сказать. Дайте я закончу свою мысль. Вы уже два раза... Хорошо, давай, давайте, говорите, говорите. Давай. Смотрите. Значит, вы говорите, его подтянули за употребление наркотиков. Нет, вы врете. Маликуана? Вы врете. Нет. Еще раз прочитать вам, то, что я вам только что прочитал, нет? У вас плохо со слухом или с восприятием? Ой, блин. С чем у вас плохо со слухом? Молодец, человек. Давайте еще раз прочитаю вам, смотрите. Давайте еще. Да не надо не читать, блядь. Как это не надо? Как это не надо? Ой, 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 ой. Как это не надо? Я же вам только что прочитал, за что его подтянули. Его потянули по делу о незаконном хранении оружия. Оружие? Оружие, да. А вы начинаете сейчас перевирать, поэтому и вы еще говорите, что я. Вы же перевираете, сейчас пытаетесь переврать. Но мне не так легко переврать. Я вас быстренько на место разворачиваю. А, Селюду. Конечно. И макаю в ваше же дерьмецо, в вашей же физиономии. Конечно. Так вот его за незаконное хранение оружия судят сейчас. Да, но мой основной вопрос был не об этом. Это я вам просто привел пример. Масло масляное. Масляное масляное. Масляное масляное. Что такое? Вся Америка и вся политика Америка это масляное масло. Нет, смотрите, что такое... Мы освобождаем Ирак. Мы освобождаем Ливию. Что такое... Не говорите, не говорите. Да, да, да. Что такое демократия в действии? Я вам привел пример. Демократия в действии. А теперь вопрос мой основной, раньше вам это все и прочиталось. Стоп, стоп. Давайте. Демократия в действии. Расскажите. Да, да, я хочу вам сказать, вы же не даете. Ну, давайте. Давайте. Не про оружие, а сначала начните. Да, да. С чего вы начали. Так вот, мой вопрос. Представляете ли вы себе вообще возможным, возможным даже близко, чтобы президент России, чтобы его сына взяли и начали судить? Или там дочку, ну ребенка. Да или нет? Представляете себе или нет? Слышишь, ты тарахтелка. А, все, да? Тарахтелка. Понятно. Начни сначала. Вот и все. Вот и закончилось все. Вот закончилось у этого типа адекватного чела и терпение. Звук выключил, да? Нет, я тебя слышу внимательно. Нет, я тебя хорошо слышу. Давай сначала. Начни сначала. Смотри, что ты сделал? Нет, да подожди, подожди. Смотри, что ты сделал? Начни сначала. Ты меня обвинил в том, что я оскорбляю, в том, что я выключаю звук, неадекватный я действительно выключаю его, бывает. Вот, ты меня... В том, что я фальсифицирую. А ты сам что сделал из этого? Ты меня оскорбил трижды. Ты пытаешься фальсифицировать, съехать с темы, которую я поднимаю. Я споднял эту тему ради того, чтобы задать себе вопрос. Насколько реально ты считаешь, чтобы дети вашего нынешнего президента могли быть осуждены? Просто ответь на этот вопрос. А что, он сел, что ли? Его признали виновным. Вот, суд, над ним состоялся суд. Его признали виновным. Он подает сейчас в апелляционный суд. Это возможно такое в России или нет? Он сел? Пока нет. А что, сядет? А если апелляционный суд примет в сторону предыдущей инстанции, конечно, сядет. Конечно, сядет. Да, да, да. Легко причем сядет. А возможно ли такое, чтобы кто-то из судей вообще заикнулся, чтобы судить чадо вашего президента? Как ты думаешь? Подожди. Этот... Ответь на мой вопрос. Этот чел сел? А, ты боишься, а ты соскакиваешь с темы, я понимаю. А, смотри, я же тебе только что ответил. Я же тебе ответил. Я же тебе ответил. Да нет, подожди. Пока он не силен. Ты мне можешь выше наливать сколько угодно, понимаешь? Я же тебе сказал, что пока он не силен. Я же тебе отвечу. Всем своим, всем своим, этим дырявым зрителям ты можешь наливать сколько угодно. О, отвербление снова пошло, я понимаю. Да, 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 да. Он сел или он сядет? Можно ответить. Или это... Слушай, Трампа уже обвиняют... Можно отвечать. Сколько лет. Можно отвечать. Трампа обвиняют уже. Можно отвечать. А мне можно договорить? Так ты же не задал вопрос, не даешь ответить. Что с тобой? У тебя не все в порядке? Подожди. У тебя ку-ку-ку-ку-ку-ка? Ку-ку, чувак. Ты слышишь, что я говорю? Ты мне задал вопрос, я тебе хочу ответить, ты мне не даешь. А, я задал какой вопрос? Ты задал вопрос, он сел, я тебе хочу ответить, ты мне не даешь. А, нифига. Ты не четыре раз спросил, он сел, как попугай. Я тебе готов ответить. Ну давай. Ты мне нужно дать, значит, ответить. Ты сейчас заболтаешь. Ну давай, 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 давай. Ты начинаешь... Да, 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 да. Ну давай, ответь. Отвечаю. А, куда ты? Да, куда ты? Блин. Его пока отсудил суд первой инстанции, пока он не сел, но если с этим согласится апелляционный суд, он сядет. А теперь так и ты не ответил на мой вопрос, на который ты ссышь ответить. Возможно ли, чтобы Чада, ваша президентка, дочь, сын, неважно, чтобы кто-то задумался, чтобы про тебя вообще возбудить уголовное дело? Ну как ты думаешь? На любом основании. На каком основании? На любом. Просто ответ. Просто ответ. Даже если дочь президента кого-то убьет, как ты думаешь, ее будут судить? Она что, есть какой-то прецедент? Я говорю, если она убьет, ее будут судить? Как ты думаешь? Конечно. А, конечно. По темам правилам. Не, подожди, подожди, давай вернемся. Да там грохнут всех свидетелей, блин. А, все, все, все. И сделают так, чтобы на нее было покушение. Началась тарахтелка. Ну все, в общем, друзья, вы поняли. Смысл? А, сейчас. А, вон, вон, вон. Нет, нет, я не выключаю. Я не выключаю. Вы успокойся. Давай вернемся обратно. Никуда хтай, никуда хтай, я не выключаю. Давай вернемся обратно. Никуда хтай. Вернемся. Я услышал твой ответ. Я услышал твой ответ. Вернемся обратно. Поэтому это ее... А что ты боишься? Вот и все. Вот, друзья, и вся их адекватность. Этот чувак пришел сказать, как я все перевираю, как я все фальсифицирую, как я ему выключаю звук. Я, кстати, звук ему, я бы реально сейчас, если бы не выключил, то сделал бы потише, но у меня та же проблема. Я не могу во время разговора делать даже его тише, к сожалению. Вот. Плюс насчет оскорблений он говорил. Вот она, российская это самое, такая вот российская чат-рулетовская идеологема. Вы все, кто поддерживает Украину, вы все врете, оскорбляете там и так далее, и так далее. А в результате-то что? Он побоялся ответить хоть на один вопрос. Он оскорбил неоднократно. Вот такие дела. А самое главное, конечно, что он понимает смехотворность того ответа, который он дал. Он сказал, конечно, конечно, засудили бы. Да. Сына или дочь Путина засудили бы. Да за что угодно. Хоть бы она там, не знаю, вышла бы, расстреляла бы там на Красной площади 100 человек. Никогда бы ей вообще ничего не было. Этих бы 100 человек обвинили в том, что они на нее хотели напасть, а она оборонялась. Вот такие, друзья, дела. Поэтому пишите в комментариях, что вы думаете об этом перце. Вот. Ну, а я пошел дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!